Ох, страшно с такой женщиной работать. Давайте сейчас о других новостях тоже поговорим. Сколько коррупции не длится, все равно конец будет. Фигурантов делали новое, обвинили во взятках в особо крупном размере. Речь про Бориса Вайнзихера и Евгения Ольховика. Третий подозреваемый Михаил Слободин, он помахал следствие крылом самолета и скрылся в Ницце. Бизнесмен уже объявлен в федеральный розыск. Если он в скором времени не даст показания, то искать уже его начнут по всему миру. И вот тогда в Ницце, конечно, спокойно прогуливаться не удастся, хотя он может уехать и в другую страну, в другой город, например, в Лондон. Там мы с вами знаем, что скрывалось не одно поколение опальных олигархов, которых в России собирались к ответственности привлечь, но тем не менее. Давайте постепенно в этой ситуации будем разбираться. Сначала расскажу, что с семьей у Слободина. С супругой он разошелся в 2012-м. Причем такая интересная деталь. Дело о разводе попросил рассмотреть 28 февраля. Не днем раньше, не днем позже. А все дело в том, что в этот день родилась его любовница Анна Блэйр, которая к тому времени у них уже совместный ребенок. Был, собственно, как и с женой. Но вот сейчас он с Блэйр до сих пор. После развода поддерживал бывшую супругу финансами. К тому же оставил квартиру в центре Москвы и оплачивал учебу. Дети, кстати, в британских вузах у него учатся. А вот после этого задержания написал ей «Теперь рассчитывает, дорогая, сама на себя». Теперь давайте о теневой жизни топ-менеджера поговорим. Следствие уверено, что именно Слободин придумал схему такого взаимовыгодного сотрудничества между чиновниками и бизнесменами. Все это в Коми происходит, в республике Коми. Вот эта схема. Власть имущие получали откаты от подконтрольной и Слободину компанией энергетической, в то время как она выставляла максимальные тарифы для потребителей. В общем, обдирала жителей республики. Вскоре бизнесмен просто озолотился. В 2010-м он якобы безвозмездно передал Гайзеру около половины акций этой компании. Кстати, сумма подарка оценивалась где-то в 100 миллионов рублей. Суммарно подельники передали Гайзеру более 800 миллионов рублей. Просто прибыли-то было еще больше, в разы. И вот вопрос. Уже на самом деле не стоит, на какие деньги Слободин будет в Ницце жить. Ему 43 года, и он как будто бы заранее знал о том, что произойдет. Поэтому я думаю, что он подстраховался. Об официальных заработках бизнесмена в период тесного общения с Гайзером ничего неизвестно. Но вот в теневых схемах Слободин заполучил около 43 миллионов долларов. Ну, конечно, мы знаем, что и побольше бывали вот такие вот заработки. Но тем не менее. Он был вице-президентом Тюменской нефтяной компании. И там за два года заработал 10 миллионов долларов. Затем возглавил в Эмпелком. За три года пополнил счета еще на 18 миллионов долларов. Ну, посмотрите, получается 71 миллион. Около того. Даже если он успел часть доходов потратить, в Ницце ему точно будет на что прожить. Можно даже домик или квартиру купить, например, в той же самой Франции или Великобритании. Главное, успел ли он вывезти деньги-то или тоже, как Захарченко, в квартире складывал. Но думаю, что все-таки он прокормится. Средства, их глава в Эмпелкома, легко может снять в любой точке мира. Скорее всего, потому что все-таки знал заранее и перевел. В Эмпелком, вы знаете, что это Билайн. И вот он выбрал все-таки не яркую сторону, как советуют нам с вами в рекламе, а ту самую черную полоску. Сейчас перед нами недвижимость. Примерная цена 400 миллионов долларов. Это особнячок в Подмосковье. 3000 квадратов участок земли и 700 сам дом. Несколько лет назад Слободин и его нынешняя супруга Блейр продали другое поместье в Подмосковье. Собственно, на эти деньги, это был, может быть, даже первый взнос, не в ипотеку, но, тем не менее, купили новый особняк. Там бизнесмен хранил коллекцию элитных автомобилей. Коллекции, вы понимаете, что это не один и не два, а минимум шесть. По крайней мере, столько машин найдено. Один только Астон Мартин стоит около 20 миллионов рублей. Остальные под стать. Во-вторых, Слободину принадлежат полквартиры на юго-западе Москвы, но там живут родители его бывшей супруги. Так что этот объект недвижимости не очень-то интересен. Следователи уверены, что Слободин в последние годы будто чувствовал, что вот-вот что-то произойдет, и начал к этому готовиться. Особенно после ареста экс-главы Коми Гайзера. И постепенно выводил свои активы за рубеж, откладывал на тот самый черный день, который уже наступил. Потому и оставил в России только один особняк и квартиру, точнее половину. Да и то не его. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!